Всем привет! Это продолжение моего ФФА сериала «На шестерых», в котором я играю за Францию. И если вы не видели первую серию, то рекомендую начать именно с неё. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного просмотра! Так, ну, меняем на теократию. Двойной приход. Культура и наука или два золота оставить? Да, оставим. Лучше культуру и науку, потому что золото и так будет идти. Так, а сюда? Что сюда? Сила против другой религии. Скидка на апгрейды. Вот скидка на апгрейды. Да, скидка на апгрейды. Я сейчас... А потом поменяем следующим разом на... Видите, прикол. Знаете, сколько полевая пушка стоит веры? Вот, кстати... 270. Вот, американец, у меня веры. Ну. Две... 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 Ну, и на что ты ее купишь? Полевую пушку. А что, американец, построил? Рорскую долину. А, да. У меня холмов в городе мало, я говорю, мне тут стада. Так, куда я не стал даже заморачиваться. Строить святое место. Ну, вот здесь, видимо. То есть, мне надо этот лес вырубить. Так, пока будет стоять торговый путь. У меня просто уменьшилось из-за того, что я поменял веру, эээ... Социальные эти политики. Так, могу я уже сейчас универ купить за веру дешевле? Могу, 190. Отлично. Ну, вот, среди египтянин тоже покупает за веру. Вот я астрономию улучшил. На горе рядом... На холме рядом с горою. Ну, вот у меня, например, есть такое место для дворца Патала. Мне вот сейчас надо достроить фабрики и удариться в строительство чудес. Потому что у меня бонус у Франции туризм от за чудеса. Продолжение следует... я так долго хожу да да я стараюсь быстрее на американец разу родили готовность нажимать адмирал наверно мы с него живой ничего не ставить не все ты можешь построить город не имею ввиду улучшение фирма так вот тут я хотел три фермы для парижа создать дараптет еще место на самом деле конечно селиться селятся вот справа от амстердама классное место две соли до трену я не спротив я туда поселюсь не переживаю вместо этого ты в нашу сторону селился на эти места не увидел когда увидел же я поставил богдаты поставил медину но там здесь чудо было я думал еще один город он берет дома что очень дорого стоило ну и тут удобно защищаться так что нам тут надо онлайн мин цивик это далеко два района еще построить пригорода в смысле чем не каждый ход шпиона надо переназначить я не пойму как он значит я назначила в каир подтвердить позицию каждый ход я так понимаю будет там что ты нажалуешься напиши фераксис чуть причем тут нет я спрашиваю я узнаю яш не очень те же сказали каждый ход ну там правда не каждый ход там три хода примерно веду к сент-луисе ну пока как так немного инфы идет откровенно кстати я уже двух шпионов могу построить а я что-то этим пренебрегаю может мне тут лучше кампус строить они святое место мне веры для покупки зданий хватит в нем что у меня в правительстве 50 дискаунт на апгрейд пока надо все проапгрейдить так тут у меня железа нету смотрим где-то место там бегает пикинер да все все опнуто в принципе что у нас по силе стала 186 331 двести восемьдесят один ну окей вот удашка границы это кто спрашивает да я вижу я не собираюсь с тобой воевать на слабо что и берешь да да такое тут вырубливаю вот так еще конечно великая зим что там чеченица круто но пока мне надо вот так построить так не чеченица витя будет давать с этих чё-то никому серебра не надо пять штук молодым у тебя пять штук серебра у меня здесь мусорный город стоит он был 7 грамм но я могу только сильно табак поменять хочешь но мне табак тоже ну ну те один у тебя же городов больше 4 она будет работать что она так будет работать ну табак работает только на четыре города то есть когда я тебе дам еще один табак он заработает на следующие города понимаешь понимаешь такие старые стадо десаста пока цена количество городов то есть грубо говоря если у тебя один табак значит четыре города получают одно счастье 2 то пока восемь городов получают по одному счастью это интересно одновременно дать мне я просто принял твое предложение так ну что в париже еще он бар кстати можно поступить но пока не надо давайте чеченицу а вот тут так в тулузе рабочих построим в лионе кампус забыл купить универ в руане так у меня вроде во всех кампусах где я строил научное здание сделано давайте глянем я должен по идее отстать конечно 92 ну не так чтоб соточка у египта у них больше кампусов естественно я ничего не готова делаю что вам да я схватил каждого дёстр ложит л sac он надо строить чудеса моего скаута пирамиды так нескоро хочу никто не стоит хоть клетки пустыни пригодятся теперь а Ух ты, каравелла, египет, а я адмиралом плаваю, все открываю. Вы не пасе, а один город-государство только встретил до сих пор. Кто? Египет? Египет. Ну, они все у араба, можешь вот плыть туда. А где вообще есть? Подожди, ты только Сеул встретил? Да. Ну, давай прямо скажи, ты еще Лавенту встретил, будем честны. Есть еще Карфаген, он внутри между русским и арабом, его ты не встретишь по морю. Есть Валетта, Джакарта, Амстердам, но это тебе надо типа в другую сторону плыть, тебе налево надо от своих городов плыть. Вот Махенджа-Даро, я не вижу, правда, он на море или нет. Не. Вильнюс на море. Сейчас я ничего это не могу построить. Ладно, давайте водяную мельницу. Все-таки производство и все-таки еда. Вильнюс на море. Так, мне нужны кампусы. Ну, вот будет раз кампусы, еще в Кале два кампуса. Тут я, в них я быстро куплю за веру все здания. Русские, там еще одно предложение. Почему-то в Лионе нехватка постоянно счастья. Не понимаю. Вильнюс на море. круто тем более шуме тут чудо сразу рядом то есть дополнительные три распространения когда проходишь рядом с чудом в распространение религии уничтожает чужую религию в этом городе зашипись так появился торговых мы с тобой не можем а наконец-то встретились друг выкончивать ну и слава богу ну кинь и он не хватит а наш проходит со временем на основе мы в альянсе типа считается что раз в альянсе тут чё тут какая дружба мы можем чисто делаем в отношении 2gis международная картографическая компания выпускающая одноименные электронные справочники с картами городов с 1999 года а также поддерживающие мой канал заходите на 2gis.ru и совершенно бесплатно скачивайте карту интересующего вас города под вашу платформу кстати теперь с навигатором 2gis если быть точным еще наверно блин хотя тут и несчастье и блин все на свете в нанте тоже стоит развлекательный комплекс построить где-нибудь вот тут ай блин куда же отправить вот 27 давайте в таледо ну блин какое классное место а еще тут можно так здесь никакие чудеса не строится давайте да раб воевать чем 150 ну я сразу ему тоже войну объявляю тогда кстати египет тоже под настрою вот морских юнитов ты можешь с берега ему грабить тогда клетки реально просто подпаде подплываешь морским юнитом стреляющего и грабиться клетки киевин хорошее раб прямо говорю как только объявляешь русскому войну я тоже в нее вступают подготавливаясь к этому варианту событий так сон с воды можно и захватить два города снять защиту и потом высадится ну и можно просто убить я не думаю что египет этим заниматься будет сушенька почему вы все пропустили такого классного инженера он позволяет от один лишний район строить мне пока много классно конечно ночью я думал его взять но передумал слушай а где он на тебя нападать будет русские чуть не пойму где откуда ему выгоднее ну ему только вот через карфаген если долбиться или обойти с пустыни там или он карфаген захватит просто ты видишь где его армия вообще ну да возле карфагена значит карфаген будет захватывать что там за религия продукция синагога опять так вот и порт построен так так и так так 1 2 3 4 5 6 до этого достает тоже давайте давайте рабочего развлекательный комплекс здесь строй армию русский строй армия нужен потихоньку 876 ничоси но он покупает за веру их да он накопил 2000 там что-то какие-то эти ну 3000 10 казаков можно купить ну кто качечка опять ты до конца что я старый город подожди надо все подвигать о пушечка вижу пушки я тоже вижу ну что пусто он да Я сейчас русского обращу, мне только раба останется, но это фиг, конечно, кто мне даст. Раб просто не даст, он мне будет убивать юниты. Ну, Леша, ну давай не будем ссориться, убирай своих апостолов. Нет, я буду обращать города. Ну тогда будем воевать, а не с ним, а между собой будем воевать. Ну тебя захватит араб просто и все. Ты ничего не теряешь из-за того, что я обращаю твои города. Я теряю, ты и раз, и египет, и американец, и я, и все это выиграл. Да, интересно, вот арабы как меня переконвертировать. Я просто получаю веру за счет того, что я обращаю города. И ты, кстати, за веру можешь сейчас тоже купить у себя. Ты получил бонусы от своей веры, а теперь получишь бонусы от моей, чем плохо. Ну тогда мы нападать на него точно я не буду помогать тебе, потому что если ты его, потом мы вдвоем нападем. Все, ты выиграл, получается. Я немного не понял. Он сейчас сам на тебя нападет, причем тут помогать. Ну он сейчас всех обратит свою веру, кроме тебя. Да, и чем проблема? Проблема в том, что мы вдвоем уже тогда не сможем против тебя воевать. Я что-то вообще твою мысль не улавливаю. Кто, во-первых, послушай. Ну послушай его, если мы с тобой будем выгласить. Чтобы победить, я должен обратить больше 50% городов араба. У араба 8 городов, то есть мне как, или уже больше. Мне как минимум 5 городов араба надо обратить в свою веру. Обратить это, блин, не просто одним апостолом прийти. Я вон даже ходил к американцу, мне приходится 3 раза использовать обращение, чтобы он стал в моей вере. При этом с арабом у меня отношения отнюдь нехорошие. То есть достаточно увидеть моего апостола, он просто объявляет мне войну и их убивает. Каким образом тут я могу победить религию? Объясни. Ну, а для чего ты это делаешь? Потому что я получаю веру за счет того, что от чужих городов посмотри мою религию. И за счет этого я могу покупать универы, библиотеки, мои уникальные здания на веру, которые производство мне дает. Я получаю бонусы от того, что у меня есть. При этом араб идет тебя вообще захватывать просто. Подожди, а мои здания пропадают? Нет, они остаются. Я уже построил религию. Они остаются. Ну, то есть это слишком неплохо получается, если они остаются. Нет, ну ты мои здания... Всегда не было. Нет, подожди. Ты мои здания не сможешь построить. Вот мои здания на веру, ты построить не сможешь. Но покупать за веру универы и библиотеки сможешь. Я его даже не открывал, по-моему. Хорошая чуба, очень. Короче, этот у меня город генерирует рабочих, как я понимаю. Всем как-то. Любовь на него. На что именно? На запретный главный. Да. Я вообще не ориентируюсь. Ну, как я, ячейка дает. Ну, а этот, умерсально... Да, он... Печатание, который... Да. Которгиста дайте. Я не могу себе там. Мне много технологий надо учить, чтобы туда понравиться. Ну, чуть никто не является сюзереном. Жиря, журя, 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 журя. Не знаю, я вижу, что у централизации есть каски. У каски не писать. И ты к ним стремишься, да? Ну, да. Чем я не вижу? Я человек простой. Вижу каски, иду в каски. Я не вижу смысла, мне сейчас идти вниз. Если у меня есть полевая артиллерия и каски. Зачем мне вниз идти? А ты уже в касках? Нет, еще нет. Кто-нибудь, кстати, в модерн эра уже вышел? Все шахруются, не хотят в полицию. Да, мне вообще-то сообщается. Ну, он подходит, короче, по-тиху. Араб. Ну, я понимаю, ну, я тебе... Вот у тебя я не смогу помочь. А сверху, концентрирую армию, около Нанта. Понимаешь? У него тут, правда, два военных лагеря и тоже какие-то войска. Вообще, хоть Египет был бы очень классный, если бы ты как-то с моря действительно. Но, правда, это только один город. На море это... А если бы ты пошел, например, через мою территорию, где-нибудь переплыл море? Как тебе такой вариант? Египет, нет. Блин, у араба уже тысяча почти. Да, есть немного. Вот я проходил. Нет, не проходил. Так, тут вообще-то расти не надо. Чеченицу я делаю. У меня нет джунглей. И вот у француза и у Египта, там, сплошные джунгли столичь. Чеченица следующим ходом. У меня много пастбищ. Я за счет них вырвался. Он, да, мне даже пишет, какие промоушены, какие промоушены русский для казаков берет. Прикольно. Прикольно. Сарицкая культура мне поперла тут. Ну-ка, все на культуру переключиться. Так, я тут могу построить лишний район. Оксфордский университет. Блин. Ладно, построю здесь. А фермы тогда вот так. Ах! Блин. О 근�ий. Блин. так тут кампус полностью отстроен кредук не нужен давайте шпионов у меня здесь ну вот стоимость апгрейда юнитов можно будет поменять давайте-ка экономику откроем здесь великого торговца надо видите быстро в этот раз походил опять же умница спасибо сива учет у меня амстердам перекупаешь до этого и был не нужен теперь внезапно понадобился перекупаю он тебя был на единичку а теперь вот понадобился потому что ты мне хочешь можешь объявить войну и мне не надо вот этого какая разница а потом вы даже во время войны я послал пошли туда послание к моему нельзя посылать во время войны можно можно во время войны он перестанет союзником быть ему пусть будет в этом нормально слили карфаген молодцы раньше у меня не было двух районов столько много сейчас типа настраивал уже может набрать что счет мы слили карфаген карфаген слили несколько великая библиотека до чего на 4 вера с чудо американец между лионом и коле скаутов бери с этой клетки на русской думаю может мне армию к тебе под архангельск вести он сразу на петербург идет да то есть он так вот обошел и с этой пустыни да ну а чё ж ты молчишь о раб объявил войну карфагену оставь фаген в покое фаген должен быть разрушен медвега грешки фаген и фаген 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 так в тулузе фаген 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 Тут, наверное, встану. Так, кампус построен. Сразу библиотеку и универ. Отлично. Блин, нафига вот тут? Хотя вот все этот город поставить, то можно до ресурсов подотягиваться. Так, ну давайте. Нет, Леша, если ты будешь воевать, то уже можешь прямо сейчас нападать. На кого? Ну он уже все привел сюда. На кого? На Арама. Ну круто, только я начала найти его войска, на которые напасть. Я же там стоял около Нанто. Ты же не рассказал, что... Я сейчас буду везти. На Алеппу вот туда иди. А? Потому что он снизу идет туда ко мне. Он не сможет прийти на Алеппо. Это маловероятно. Очень неудобно. Разве что с флотом. Я просто веду к тебе войска в Питер, чтобы помогать отбиваться. Там реально, тут такая местность, что ему на меня нападут. Через речку надо переходить. Плюс у него тут два военных этих... Ну да, я укрепился. То есть тут такой проход. Намного лучше будет, если я тебе буду помогать. Так. В Тулузе опять несчастье. Несмотря на весьма развлекательный комплекс. В общем, надо в Сеул, наверное, уже отправлять. У меня куча кампусов. Будет мне бонус давать. Плюс два, плюс четыре за каждый кампус. Ну, то есть... Раз, два, три, четыре. Тут вот пятый достраивается. То есть плюс двадцать науки. Неплохо. О, такая стояка в реле. Могу обработать, блин. Да, ну, только у тебя помощник с 375 мощи. Ну, он как бы тоже не очень хорошо себя чувствует. В смысле, у тебя четыреста семьдесят пять. Ты хочешь, чтобы я больше тебя построил армию, да? Так это за сколько времени я построил? Не знаю, за сколько времени ты построил. Да, можешь вообще не помогать мне. Я без проблем, я же тебе ничего не говорю. Ну, вот 375... Как это? Ты говоришь, что я хреновый помощник. Я тебе тоже, да, я тебе могу не помогать вообще. То есть тебе, как вот в жизни кто-то помогает, если тебя не устраивают силы его помощи, ты ему так и говоришь, да? Ну, при чем тут в жизни? Ну, при том... Я сейчас действительно могу не помогать, да? Ну, если помогает... Тебя вынесет араб и все. В данный момент так уже нормально помогает. То есть строй войска нормально. А это уже видимость помощи какая-то. Понятно. Ты проспал, что араб идет к тебе с другой стороны. Он... Как он мог видеть? Использовать скаутов? У меня почему-то американец постоянно тут проверяет, где у меня что. Например. Я хочу, понимаешь, торговаться. У тебя очень много. Что, не понял? Ты не могу понять, как... Как ему войну объявить? А ты не можешь ему войну объявить? Да, я не пойму как. Ну, здорово. Чё хорошо. Чё, разумеется. Очень странно. Переключить сделку приговоры и основать постоянное посольство. А ты не вальянься здесь? Я не вальянься здесь. Я не вальянься. Я с ним не вальянься. У нас типа дружина. Ну, напади просто на юнит, да. Ну, вот. Война объявлена. Как-то не очень казаки умирают. Казаки вообще дигмяные. Я в чём касканах наладо биться не мог. Голый казак на двойную артиллерию. Минус 17. Прикольно. А ты не посмотрел, что ли, прежде чем нападать, что казаки делают? Ну, я знал, что они сильные, но у меня как бы национализм вся фигня. А у него ещё, кстати, религия там, да, по-моему, плюс сила на твоей территории? Русский, нет? Да, так что можешь не помогать мне. Нет, уж я тебе помогу, извини, пожалуйста. Да ладно, не помогай. Первый раз играю, знаешь, чтобы меня уговаривали, нет, не надо. Ну, так что ты своими арбалетчиками там только будешь мешать, вместо заниматься. Лёша, а это двухсторонний, да, договор? Да. Он работает так же, как в пятнице? Нет, там, типа, как к Эврику, наверное, да. Ну, типа, как-то ускорится. Там к Эврикам только и всё. По-моему, только к Эврикам. У вас около НАНТО здесь военные действия, что ли? Ну, типа, того. А ты тут понимаешь, ходишь. Палишь, палишь. Не даёте мне, господин. Потому что я вообще жадно. Ни границы, ни люксы, ничего не даёте. Ну, я сейчас воюю, в том, в принципе, надавайте люксов, чтобы ты развился, там, под отстатки все города вырастут. Господи, чтобы ты развился. Тебе сейчас тоже пойдёт, поэтому я тебе предложил. Когда ты предложил, ты отказал. Всё, ладно. Да почему ты сейчас говоришь, что я тебе ничего не даёте? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Надо, кстати, культурный район ещё построить в столице. Я же там тоже могу за веру покупать. Раз я лишние районы могу строить. Ага, ну, когда только до 10 уже. Не, даже до 13, блин. Надо было раньше строить. Так. Так, барчик построим. Тут шпион готов. Могу Биг Бен строить и Оксфордский универ. А, чё ты убежал? А Биг Бен где? Так, что Биг Бен даёт плюс 6 золота, 1 экономический слот. Увеличивает в два раза. Боишься, тебя учёшь, ещё я могу убивать. Ага. То есть надо копить деньги к тому моменту, когда будет построен Биг Бен. Западня, мне кажется, какая-то. Так. Куда мы посадим шпиона? Давайте в Вашингтон. Будем у американца тырить. Всякое разное. Так, давайте обработаем жемчуг. А тут парень к ковру бежит. Так, Биг Бен. Ну вот опять же не показывает, какие до этого были торговые пути, да? По максимуму золото. Толедо 7 золота, 2 производства. 12 золота, 3 производства. Ещё и 2 еды. Ну, давайте. Пускай египтянин получает. Слушай, а сверху от Архангельского он ничем не атакует? Я бы мог там... Нет, вроде. Например. Ну, то есть он тебя, ну, как бы не убивает. Ты только русский... Он меня не возьмёт, он никак меня не возьмёт. Я сейчас через 2 хода уже догоню его по армии. Я тебе очень прошу только сообщай инфу, чтобы мы в курсе были. И могли как-то заранее... Чтобы он поддавит слева, американец мог. Тебя, что он тебе будет давить слева. Ему через меня как-то не пройти, по-моему. Да и он последний по армии, вообще-то. Сейчас ты лучников, к нему, да. А лучников приведешь? И дуболомов? Да. Спранкач, круто. Слушай, тут русский от арбалетов всеми ногами отпихивается. Ты ему сейчас лучников приведёшь. Ну да, тут дырка фиговая. Застопай. Через Карфаген был, может, веселее. О. Отлично. Ну что, тут надо дальше открывать химию. И в Лионе построим, видимо, гаврь. Ну вот, чем ты мне реально можешь помочь. Лёша, так это золото заходность. Хотя бы, не знаю, 30. 30 золото заход тебе дать? Ну, а сколько у тебя? Ну, вообще 70. Ну, 20 тогда. Так, у тебя же 2623 денег. Ну, так сейчас оно будет уменьшаться, я знаю. Сейчас увидишь, как. Он строит. Когда недовольство ещё пойдёт. А ты тут будешь до конца, Шелеса, рабом драться? Ну, он, наверное, собирается. Я думаю, качечка тебе мир предложит, когда видишь, что не может захватить. Так и будет, скорее всего. Качечка у нас действительно не особо воинственный. Добрый, отзывчивый. Так и есть. Перекинет потом Мамляков на мой. Этот. Да-да-да. Это всё гамбит. Это гамбит. Так, а что у нас тут нифига не растёт? Как бы нам сделать, чтобы Руан-Рос. Ну, тут, блин, нету счастья. Вот в чём беда. Какие-то твои мулякинии очень. Ну, они как бы на эпоху позже. Кажик садники. Ну, это же место рыцарей. А они полк казаки. Так, а что ты тогда так долго терпел, я не пойму. Казаки, не цени, просто он офис. Не знаю, что мне тогда идти. Надо тут остановиться. А какая там сила у мамлюков выстрела? Так, у двойного мамлюка 58. А, подожди. У одинарного 48. Ну, ты же сказал, что ты, типа, не мамлюками, а там пушками. Ты пушки покупал за эдару? Ну, а у пушки какую выстрел? Полевая артиллерия. 60-70. Она не берёт казаков. Ну, 70-70 выстрел, 70. ПТ-шки надо было из-за 7. Что? ПТ? Так, да. Еще дальше. Вот в этого артиллерию. Это еще дальше. ПТ-шки. Катеротанковая команда. Там тоже кавалене будет. Так это в химии. У меня еще долго до химии. Да что ты там сидишь? Да я еще химии даже не вышел. Ксу-у-у, вообще никого нового мемени нет. Такой химии ты делаешь. Надеюсь, получится. А где время Халецкий? Держи читы сыро. Что? Что Халецкий? Религию? Мы же уже религию обсуждали, по-моему. Или что-то другое ты хотел сказать? Может так случиться, что мы с Лешей заключим мир внезапно, и он тогда побежит с своими апостолами. И у него будет шанс. Ну и что тебе мешает их убить? Судя по тому, что у тебя веры в ход больше, тебе достаточно даже апостолов просто строить, а не... У тебя веры на 70 больше, чем у меня в ход. Страшно. Я чисто веру... Блин, слушай, если бы я хотел религии побить, я уже давно бы тогда этих апостолов нафигачил. Я трачу всю веру на покупку универов и библиотек. Сейчас я накоплю, открою эти научные лабы, их куплю. Потом построю пару театральных свечных заводиков. Я вот обратил... Во-первых, у египтянина и Вашингтона вообще нету религий. Я их обратил, потому что мне их города дают плюс 4 веры в ход каждый город. Или плюс 2, я не помню. Что ты проспал, что-то-ка? Так, Новый Орлеан вот тут, я так вижу, да? Так, что у нас тут с производством? 6, 2, 6, 7, 2. Ладно, в Толедо. Блин, еще и медик, а ты ку... Качечка, конечно, по-мощному тут. А че он дает-то, медик? То есть ты юнитов... Офига себе, я только сейчас Калиманджаро нашел. Ничего себе, а ну-ка, тут вообще прям... Да-да-да, ну так ты что, не обратил внимания, что как-то клетки сильно жирные вокруг? А я не видел вот те клетки. Я тебе поэтому и говорил, классно вот под гору. Я хотел в двух клетках от Калиманджаро на реку город поставить. Что он третьей клеткой дотягивался до жемчуга. Блин, так может мне тут тоже город поставить? Ну нет, не рекомендую. Хотя, может вы там уже по науке-то впереди меня. Тут просто не очень классно, в том плане, что у меня как бы вытянута так будет, на нее не будут особо бонусы там от всяких фабрик действовать. То есть тут вытянутую империю как-то не особо прикольно. Не, ну так у тебя вот есть уже два города, еще один ставишь где-нибудь там? Какой-нибудь Архангельск. Толенда какой-нибудь ставишь, у тебя уже треугольничает, все, уже победа. Да, смешно. Ну что ли, уже дашь сколько-нибудь золотых вот? Слушай, у меня, я хочу построить чудо, которое дает, ну короче, Биг Бен. Биг Бен дает столько золота, сколько у тебя в этом, ну в загашнике. Можно мне понакопить немного золота? У тебя две тысячи с чем-то, у меня только шестьсот. То есть ты мне предлагаешь не строить Биг Бен. А ты что, его уже строишь? Нет, не начал, но я думал, пока пока не хочешь сомневаться пока. Я сомневаюсь пока. Я тебе не рекомендую, потому что я тебе напомню, я Франция, у которого бонус к строительству чудес этой эры, плюс я еще взял Цивики на строительство чудес этой эры. Мне что-то кажется, что я Биг Бен точно раньше построю. Ты же открыл его в технологиях, да? Я уже его строю несколько ходов. А, ну я тогда уже начинать не буду, мне смысла нет. Мы можем русский, например, так договориться. У тебя будет уходить... Вот я вижу, у тебя две семьсот золота, да, предположим. Вот когда закончится война, посмотрим, сколько у тебя останется золота. Можно будет как-то договориться о возмещении. А просто дать вход. Реально жалко. Так. Следующим кодом я смогу... А, не, не следующим, до 13 надо вырастить, блин. Так, а какие у нас тут еще великие люди? Ученый. Эврику. 20 свободных очков великого человека. Это, по-моему, нафиг надо. Туризм. Адмирал. Блин. Как всегда. Блин. Да, ну тут, конечно, классная распределение. Вот, смотрите, появляется араб, да? Во-первых, у него нету никаких соседей, у них нету ни с какими, ни с ними проблем. Он находит Хатусу, то есть плюс две науки вход, Вильнюс и Махеджер Даро, то есть плюс четыре науки вход. Да, 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 так и было. Джакарту и Амстердам плюс четыре, или даже плюс восемь золота вход. Ну и че ему тут расстраиваться? Не очень круто, я говорил, что не самое лучшее начало. Но я не получил этот бонус за открытие другой цивилизации. Да, вот это, это все решило. Ну я расстроился. Русский, как там дела, не захватывают? Да нормально, он там казаками набежал. Ну ты же не русский, Качечка, слушай. Ну че ты вот отвечаешь опять за него? Ну я же говорила уже, он не захватится от меня пока, по крайней мере. Я просто тут свою армию туда-сюда вожу, я не понимаю, куда мне ломануться. Свою грозную армию. Ну извините, у меня казаков нету. У меня, кстати, мой уникальный юнит, даже он бы не помог. Потому что он имеет плюс только на своем континенте. А у тебя континент другой. Великий торговец, че тут? Да не, науку как-то нафиг надо, по-моему. Ага, вот, все-таки могу. Театральный этот строить, отлично. Где у нас будет бонус? Не, ну тут бонус от... Ага, вырубить лес. Ну вот, давайте вместо... Вообще вот рядом с чудом плюс один должен быть. Давайте вот тут, наверное, плюс один сделаем. Хорошая клеточка, конечно. Так, здесь у нас что? Тоже нет, ну это морские чудеса. Таракотка и альгамбра должны быть рядом с военными. Арнер F387. Может помириться с русским? А вот у меня есть... Здесь Мон Сен-Мишель можно построить. Все остальные чудеса. Да, ладно. Ну давай помиримся, я пойду халецкого лоскому низ. Чем тебя? Ну давай. Ну, серьезно. Не-не-не-не, вот еще зачем так уж, что уж. Ну, он дарит верой, я переживаю за это. Ой, блин. Да как все продавить верой, а? Ну что, давай думай, не стреляй сейчас. Если будешь стрелять, то буду до конца с тобой воевать. Ну давай, расходимся. Ну, говорю, ты не то, что не продаешь, я тебя продавлю. Ну, по концу, ну тебе не нужно. Слушай, так, подожди, ты так же, а что ты с арабом, если ты его можешь продавить, так продавил. То есть ты захочешь захватить меня, хочу у тебя легче. Блин, так он же развит круче всех, он посмотрел, он еще города поставил. Я твоих армалейщиков снесу за 2 секунды. Ну вот, я буду тоже развит, неплохо, как твои города забер. Америка-египет мне поможет? Блин, египет тебе вообще непонятно, что ты говоришь. Биапаза говорит. Нет, нет, я говорю, что я буду помогать. Америка. Да и я помогу, потому что мы спили. Все, давайте, коалиция. Абсолютно зря. 2 на 3. Солодин, ты со мной? Да. Блин, вот русский, ты реально, ты портишь игру. Человек лучше всех развится, Солодин. Ну да, даю тебе развиться, да? Как ты мне даешь развиться, в каком месте я развиваюсь? Сейчас, да. Ну я тебя просил не носить мне свою религию. Ну я... Помнишь, что воскала туда из серии? Казаки очень крутые. Я думал, они будут шлепаться пушками, но они шлепаются, но не настолько классно, как мне хотелось. Придется химию отложить. А ты просколько он бил? Ну, некоторых по 30, некоторых по 20, там разные казаки были. Но они пушка убивают с двух ударов. Так что... То есть не просто пушку, а отряд, вот там две пушки. Вот две пушки бьют по 30. А они ее с двух тычек убивают. Да если бы не речь ушка, у меня сейчас все... Они каски в нем убивают всех ударов. Ну, у Халецкого-то нет казаков. Ну у меня... Вообще-то... Блин, мы с русским в союзе, он мне все равно объявил войну. Ну ты как? Ну вот так. А что здесь? Тоже эти правила действуют в шестой? Нет, правда не здесь же, я просто... Ты сейчас кучу... Удивительно просто. Это... Кучу... Ну я же тебе сказал только что, что сейчас я на тебя напожду. Нет, так пожалуйста, просто ты сейчас... Я думал, ты хотя бы подождешь, что союз спадет. Ты же сейчас несчастье кучу получаешь. Да там долго ждать. Ну что ж, проверим тогда, казаков против садников. Может быть... Да, блин. Интересно юнитов по тесте. То-то все сидят, ракеты запускают. Ну что, я не знаю. египет 156 что ты так делаешь или карточку поставил карточку скорее сон ты снял вроде я было больше потом ступала в ротик придется деньги потратить на покупку юнитов видимо кстати мои юниты никакой ничего не требует но в плане ой блин а и а и и и и и Продолжение следует... 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 у нас пехотинцы буду ждать ничего не пехотинцы а империя не горды империаль горды я нет гард нельзя как по-французски читается господи часу не легче на кого не напасть что за фигня ладно хоть какое-то разнообразие сушим ты ж напал на русского там не пробить там казаки от я-то нужно не пробить прикольно америке 37 37 технологий и что у египта 38 у тебя да я смотрю что по технологиям вроде как ровно идут но наверное америкос по тяжелым химии пошел да они уже все в химию то есть блин чего почему-то в новом времени кашечка скачай по голоде как у тебя дела плюс 40 но у меня же построена уже биржи везде достраивать русский у тебя вот эта проблема это именно из-за войны самое главное что ты объявил войну когда мы в альянсе были за все у нас альянс еще ходов там шестнадцать-семнадцать неровно ну так нужно сделать не надо было альянс заключать видео не надо было видимость помощи там создавать вот так вот кара за видимость в помощи да и золото не дам приведи войска построилась к ним надо знаешь как и в жизни искать компромиссы ты не можешь договариваться ты просто требуешь его первого просто на за мой счет выехать за какой твой счет что я тебя получил но я отвлекаю твоего главного ты мой главный соперник саладин к вообще обалдеть то есть в этой игре я у меня больше всех науки больше всех культуры я первый по технологиями а больше всех армия то есть блин ну мой главный соперник саладин я твой главный соперник и я еще за твой счет самое главное не подожди вот это вот это что за слова за за твой счет ты мне не дал ничего но ты мне тоже я тебя когда я попросил я тебе не дал то что ты хотел почему это должен давать вот ты блин требуешь от людей просто широкая драма исток послушать иском раме с в том что я тебе могу помогать в войне другой вопрос когда у тебя будет пусть ты хочешь у тебя блин 2700 денег у меня в это время 600 денег но ты требуешь ведь отдал 40 золота вход 40 блин потом 30 потом 20 но еще потом и из потом считай что я за твой счет что-то 15 при этом нападает на тебя саладин нападает на тебя саладин но виноват в этом во всем я почему-то постоянно еще я тебе не делал ничего он не делал ничего обеяло я доволен мне направится хочешь чтоб мы с ним погрязли там сейчас я не хочу чтобы вы с ним погрязли в войне зато давай со мной погрязли в войне круто ты вообще можешь играть не воюет почему ты постоянно какие-то требования выставляешь требует на меня напали они я напал ну так почему-то матерь ты нападаешь на меня потому что мне пришлось в войско построить и куда мне теперь а есть города государства например захватить города государства или захватить того же араба на минуточку который ты говоришь ты его можешь продавить араб араб как раз впереди по развитию с арабом не тяжело будет с арабом не будет тяжело он за веру будет покупать с юнитов и у него армии со мной будет тяжело у меня 100 веры вход 1150 веры ничего ничего но при этом ты берешь просто портишь отношения вот человеком который хотел шелте по извини что у меня арбалеты блин то есть тебя претензии ко мне что я не так классно развился как тебе хотелось бы и что вот у семья проблемы с развитием и что я виноват на если раз просто не хочешь ну ты далеко по технологии ты должен меня обгонять по-любому я воевал меня столько же науки столько как у тебя ты получил науку у меня нету такой способности как у россии чтобы получать науку также от торговых путей у меня столько же науки сколько у тебя вход где я далеко объяснила посмотри на египет и америка все же как у меня науки но ты требуешь от меня такого развития как у них почему-то меня есть армия мне придется ею воевать могу логично принесут хотела только начинаю трендить я отвлекаюсь от того что на экране происходит теме придется караваны к египту посылать он будет с этого еще кучу денег иметь ну давай все будут вокруг развиваться кроме нас с тобой в центре какой выход из положения предварительно мир заключить и развиваться если ты хочешь воевать то саладин выход из положения не пройдет две дырки потому что нападать на америку невозможно я бы с удовольствием давно бы мог напасть на америку но с ним воевать него он просто за горами находится у него проход по одной клетке к каждому городу у египта тоже проход к америке только через две клетки то есть например если нападать на америку то где-то с моря там откуда-то с другой стороны у тебя есть армия так отлично пускай она останется дойдем до танков например и танками высаживаться предположим пускай она останется и ты на меня ядерку скинешь на всю эту армию блин боже русский серьезно именно я скину ядерку именно я америка не скинет кто не скинет я никогда не кидал ядерки я не буду я тебе я тебе скажу на тебя саладин скинет ядерку это вот самое скорейшее посмотри сколько у него городов просто посмотри сколько городов считай каждый город будет давать ему сейчас я скажу сколько блин где-то кампус ты идешь да где алеппо нормальной армии нормальные они имитации 300 объясняю сам строишь где у него алеппо у него стоит два военных лагеря два военных лагеря понимаешь вот прямо через речку армия возле меня практически я высаживаю нет нет просто два военных лагеря в которых стоит две пушки армейские не не одна пушка так они не так лагеря и не стреляют я согласен лагерь возможно это было бы пофиг но у него в этом в этих лагерях стоят прокаченные пушки не не единочная армия как это объяснить ну соединенные пушки понимают такими же с казаками воевал плюс там стоит еще эти каски не каски ну перед этим какие там пушки пехоты я высаживаюсь через речку туда я себя просто напрямую шоу было по-другому но я через речку теряю ход постоянно будет просто расстреливать все мои юниты как-то тогда эти поэтому и предлагал чтобы я шел к себе стал от вас от всех все там уже в стандартизации и дальше я не стандартизации я не все я ну блин посмотри по науке ты мне предлагаешь сейчас подождать момент когда единственный я могу кого-то захватить и все а ты потом я приду вас тут будут пехотинцы тебе не страшно отставать ты же русский ты можешь прийти напасть и посмотреть сможешь меня захватить или нет я тебе просто объясняю что вместо того чтобы останавливать лидера что я считаю что тебе надо было именно с саладином воевать я тоже восстанавливать лидера и за счет него усиляться и при этом убирать претендента на победу ты пытаешься воевать с равным с тобой соперником просто ну вот просто прошу те есть армия я считаю что лидер лёша несомненно почему он парили и захватит всех как я тебя захвачу всего не надо достаточно пару городов я не знаю как ты хитрый ты придумаешь качечка хитрый тут ты давай откроем сок у тебя городов раз два три 4 5 6 7 9 10 11 12 городов у тебя чтобы не победить мне надо семь городов в свою религию перед перевести ну какой план ты воевать с арабом какой план если ты для себя спрашивать для тебя я тебе могу еще сказать что уже тут американец пришел армии как бы стоит меня защищать например еще пророчек всех на уши поставили защитник так бесит что клетки сменять неудобно надо выходить из окна строительства ну пойми я к тебе говорю я послушай дай договорю ну если ты нормально вложишься в армию нормально то есть начнешь во всех городах строить юнит и покупать за веру юнит и мы пойдем ты с альбер по я снизу как это хотелось заранее сначала и мы быстро ну вот эти основные города его это замечательно а мне одному сейчас воевать с ним на ходов ну 60 наверное 70 чтобы потом посмотреть как на меня летят ядерки с левого фланга я тебе описываю ситуацию вот с мейстера первых у тебя есть военные лагеря во многих городах да у меня уникальный юнит уникальный он в той же технологии кстати где и твои казаки можешь глянуть вот он получает бонус плюс 10 на своем континенте вот если ты откроешь континенты ты увидишь что как раз мой получат возле своих границ так что мне сейчас сделать стоять возле своих границ да лишь прям альянс ну вот да давайте по воюне пользуйтесь 2gis и играйте в умные игры а на этом пока все продолжение надеюсь будет завтра я лёша халецкий тот кто сделал это видео и раз вы досмотрели до конца то у меня к вам просьба поставьте лайк это ничего не стоит а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео ну и если вы хотите поделиться этим видео то я совершенно не против а только рад разместить его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям спасибо что до свидания до конца удачи и играйте в умные игры